Доброе утро! Cyberpunk 2077 в польской студии CD Projekt Red одна из самых ожидаемых игр 2020 года, если не самая. И новости о ней появляются постоянно. Пора прояснить, что же это за игра и почему ее все так сильно ждут. Поехали! Действие Cyberpunk 2077 происходит в вымышленном американском городе Night City, в мегаполисе, где у каждого из жителей есть какой-нибудь имплант. А от света неоновых вывесок никуда не деться ни днем, ни ночью. Играть мы будем за наемника по прозвищу V, одного из многих, кто хочет добиться в Night City хоть какого-то успеха. И работать на местные банды, выполнять задания для богатейших людей города и вызываться в опасные дела. Неплохой способ сделать это. Глобальная цель у V, впрочем, тоже есть — отыскать имплант, позволяющий обрести бессмертие. Понятно, что за таким устройством, кроме главного героя или героини, в начале игры персонажу можно задать пол. Будут гоняться и другие наемники. И, вероятнее всего, не только наемники. Еще одна приятная новость. Одному из важнейших персонажей игры свои внешность и голос подарил актер Киану Ривз. Ролевая игра, Immersive Sim, шутер от первого лица с прокачкой, как бы ни называли Cyberpunk 2077, не будет никакой разницы. Глобально эта игра и впрямь RPG. Более того, Cyberpunk 2077 может похвастаться гибким редактором персонажа, где вначале вам предыдь создать свою версию V. В нем можно будет выбрать не только внешность, но и определиться с предысторией, которая повлияет на стартовую локацию, некоторые задания и отношения фракции к вашему персонажу. Cyberpunk 2077 переносили как минимум дважды, в те моменты, когда казалось, что дата релиза окончательная. И связано это было, конечно, с пандемией COVID-19. Учитывая, что рекламная кампания Киберпанка сейчас активнее некуда, надеемся, что этот перенос был последним. И, скорее всего, уже в ноябре мы отправимся в Найт-Сити. Редактор субтитров А.Семкин